Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Продолжаю дегустацию, сейчас я буду дегустировать вот эти солнечные томаты. Я делала видеообзор. Это золотое руно. Люблю, кто видит меня, смотрит давно, знает, что я люблю вот эти солнечные томаты, то есть оранжевые, желтые. Мне кажется, они самые сладкие, самые вкусные. К тому же они очень долго хранятся, подходят для консервации. Вот золотое руно сейчас будем мы потрошить. Ну, золотое руно, я даже не буду ничего говорить. Все знают, что я люблю вот эти солнечные томаты. Мне кажется, оранжевые, они самые вкусные, самые сладкие. Вот сейчас на примере золотого руна мы и попробуем. У золотого руна характеристики такие же, вот как у бетты, которую я перед этим сейчас разрезала. Тоже он детерминатный, 50 сантиметров. Только плоды у него удлиненные, удлиненной формы, и они желто-оранжевые. От этих плодов, которые именно вот такие яркие, желтые, оранжевые, я жду, конечно, немножко другого цвета. И мне кажется, тут больше должен быть содержание сахара, потому что желтые и оранжевые, они обычно всегда сладче. Написано про них, я тоже выращиваю впервые, эта новинка написана, вкус сладкий с ноткой кислинки. Посмотрим. Еще про эти томаты могу сказать, что пишут про них, что хорошо переносят транспортировку на длительные расстояния. Что хорошо подходят в консервации, хорошо смотрятся в баночки. Подходят для длительного хранения, как и все вот такие вот удлиненные формы. Ну, какой же разрезать, глаз разбегается. Вот, мне кажется, что они, знаете как, даже как-то до того они приобрели вот этот цвет. Они сначала же желтые, потом они становятся оранжевые, а сейчас они какие-то даже прозрачные. Не знаю, видно вам или нет, но мне кажется, даже видно здесь внутренности помидорки, до чего они хорошо поспели. Сейчас разрежу, посмотрю. Это номер 299, золотой руно. У меня они первый год, я коллекционирую солнечные томаты. Ой, какой хороший. Тоже, кстати, трехкамерный. Вот, раз, два, три. Это значит, томат простой, не относится к бифтоматам. Но есть и простые томаты. Обычно считается, что бифтоматы у нас же самые сладкие, самые сахаристые. Но есть простые томаты маленькие, которые превосходят по своей сладости даже бифтоматы. Ну, разрез очень хороший. Сейчас еще вот так продольный сделаю, чтобы посмотреть вот этот стержень, которого многие боятся вот в таких томатах. Обычно я смотрю на других сайтах, разрезают вот так, эти перцевидные маленькие, пальчиковые. И у них обязательно вот здесь белый вот этот вот стерженек. Нет, здесь все хорошо. Ну, наконец-то сейчас будем мы тебя кушать, золотую руну. Томат, кстати, кислой нотки вообще почти нет. Сейчас я хочу сравнить с беттой. Один и другой поесть. Эти более сладкие. Ой, извиняюсь, обкрызла все. Вот золотую руну более сладкие. Но я и ожидала от этого сорта, что у них должен быть повышенное содержание сахара. И сейчас мы еще, ой, хотела разломить вот так, как я делала с большими, посмотреть сахаристость. Но не получается, они маленькие, форма неподходящая. Все. Вот золотому руну, который номер 299, я дам более высокую оценку по содержанию сахара. Но не все, не обязательно любят все сладкие томаты. Вот эта бетта, кстати, ее хоть разломить, что ли. Вот эта бетта, у нее тоже приятный вкус. И кислинки у нее много. Не так, что вот прям... О, смотрите, бетта какая хорошая на изломе. Сахарная, сахаристая. Вот бетта, она позиционируется как салатный сорт. Все, дегустация этого сорта закончена. Ранний, детерминатный, сладкий, вкусный, подходит для консервации и длительного хранения.